Бацилла гражданской войны, которая потом вылезла, она же началась с идеи превосходства. Идеи превосходства, которую в Киеве, с моей точки зрения, подцепили и в Польше, и в Прибалтике. И вот этот самый страшный феномен, вот этого как бы, то, что сначала было евро-национализм, а потом перешло к иноционализму, в Киеве зародился именно феномен русскоязычного евро-национализма. Противопоставлять русскому, белорусскому или украинскому, это значит наносить им вред, потому что ты тем самым обрубаешь связь своего родного языка с мировым. А если ты людей, которые хотят очаровываться, еще и накормишь вот этой вот как бы злой, с моей точки зрения, идеологией псевдо-евроинтеграции, что как бы вы вступите в Евросоюз только потому, что вам об этом рассказали. Ну вот что, мы сделаем это. И вот вам вождь, который туда приведет, да? И этот же, ну все эти мэры, Клички и Зеленский, они же для этого и созданы, для постоянного производства обмана. Считаю, что у нас нет выхода из кризиса, если у нас не появятся новые булгаковы. Ни Петлюра, ни Скоропадский ничего не сделали для Украины, кроме как развалили ее еще больше. Потом это, ну, повторяется вот это самое главное. И вот эти футбольные фанаты, это и была та пехота, которая сделала вот это самое страшное преступление, которым я считаю 2 мая. Последнее, что я вижу, происходит, они хотят превратить это еще и в религиозную войну. Люди, статисты в этом кровавом сериале Зеленского. Семен, приветствую. Приветствую. Хочется говорить об Украине, потому что больная тема для всех, для нас, для кто участвует в услугах, кто не участвует, кто наблюдает, наблюдает с болью. Мы в Беларуси точно в большинстве своем с болью, потому что там наши родственники, как ни крути. Но если говорить о Киеве и, да и об Украине в целом, лично для меня такой самый известный киевлянин, хотя их много очень известных киевлян, но мною почитаемых, это Михаил Фанасьевич Булгаков. Я думаю, я не один такой, нас таких миллионы. И, на мой взгляд, он пророческие очень многие вещи описал в своих произведениях, когда живописал ту самую жизнь в Киеве сто лет назад, во времена Гражданской войны. Он сам был участником, свидетелем. И ведь как все повторяется, черт побери. Вот давайте прямо начнем вот с его знаменитого романа «Белая гвардия» о Киеве. Он его называл «Город» с большой буквы. Город городом, в нем и полиция, варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали ничего, не знали не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Вот время другое, коммуникации другие. Но, по-моему, вот состояние жизни внутри города и то, что за пределами, ну, в Москве об этом, так говорят, в Азамкаде, да, наверняка у киевлян свое есть такое понятие, что, значит, там, где-то. Все это осталось. Киев действительно город особенный. Я в общей сложности прожил в Киеве, в общей сложности, наверное, больше, чем 5 лет. А если говорить по, международным политехнологом, поэтому там по 2-3 месяца, ну, больше, чем в 10 разных районах. То есть и в центре города, как раз вот начало улицы Владимирской, это начало Андреевского спуска, как раз где музей Булгакова. Да-да. И Подол, ну, то есть то, что он многое описывал, и Печерск, и спальные районы. То есть Киев — это город трех эпох, с моей точки зрения. То есть вот то, что происходит у Булгакова, это переход из одного состояния, то есть в том случае, там, Российской империи, да, в другое. И ему удалось как раз в этом безвременье прожить. А сейчас иное безвременье, которое, ну, вот я, например, наблюдал еще с конца 90-х. То есть дело в том, что вот эта вот бацилла гражданской войны, которая, ну, потом вылезла, она же началась с идеи превосходства. Идеи превосходства, которую в Киеве, с моей точки зрения, подцепили и в Польше, и в Прибалтике. Это произошло где-то в конце 90-х годов. Вот эта вот картина мира, которую мы сейчас видим, вот черно-белую, где там орки, эльфы, вот эта история, она, собственно, начала проявляться в, ну, как раз конец 90-х. Потому что еще, например, в 98-м году, опять же, для меня показатель — это, ну, в том числе результаты голосования. Вот смотри, в 98-м году на одномандатных округах еще побеждали коммунисты в Киеве. Вот там около 10 округов, по-моему, на 8 из них. Да, 98-го года — это, в общем-то, достаточно распространенное явление для всего бывшего Советского Союза, скажешь. Да, ну вот в Киеве. А вот в 2002-м году уже тотальная победа Виктора Ющенко и его так называемых «Оранжевых». Четыре года всего. Четыре года. Всего четыре года. И меня вот это всегда беспокоило. А что же произошло с, в общем-то, очень советским городом? Потому что я помню, Киев, вот эту трансформационную его часть 90-е, он в этом смысле был похож и на Минск, и на Нижний, ну, на Горький. То есть, ну, видна была эта трансформация, уже приходил капитализм. Но потом за эти несколько лет что-то произошло. А вот что произошло, у меня до конца ответа нету, но гипотезы у меня есть, и это до сих пор, я за этим наблюдаюсь. С моей точки зрения, именно из киевлян сделали первых тех самых хатоскрайников. Вот я просто выделяю, вот среди обывателей, быть обывателем нормально, ничего плохого, не обязательно политизированным быть. Но есть его особая форма. Это такая, как бы, эгоистичная форма обывателя, которую я, как на управленческом смысле, называю хатоскрайником. И вот в Киеве, я считаю, пробили эту ситуацию первый раз, когда хатоскрайники стали доминировать. Это, конечно же, феномен Леонида Черновецкого, как мэра Киева. То есть, как можно было избрать такого человека, для меня было загадкой. Ну, там вообще с мэрами у них. Но их же выбирают. Веселая история вообще у киевлян. А потом Кличко. Последнее время. А потом Кличко. И вот эта история тянется. Я это имею в виду. Она тянется с 2002 года. Второго года. То есть, уже 20 лет. Как это происходило? Это происходило постепенно. И самый главный месседж, который внедрялся именно киевлянам, вы жители европейского города. Вот настоящего европейского. Мы все идем в Европу. Это само собой разумеется. А есть вот эта периферия, которая не дает нам уйти в Европу. Мешает нам. Начиная от того, что живут там совки пророссийские. Ватники. Ватники. Ну, это потом уже. Начиналось это в совков. То есть, это же постепенная была трансформация. А мы вот такие вот европейцы настоящие. Это, кстати, очень похоже. Я потом наблюдал год 17-18 уже в Беларуси. Ну, когда вот эти, те, которые стали БЧБшниками, они тоже вот эту вот такую особую европейскость. Хотя меня это всегда удивляло. Все живете в одном городе. Ну, как трудитесь на одной работе. Откуда вот это желание противопоставлять себя по отношению с теми, с кем ты живешь по соседству? Это очень хорошо по поводу Киева отрефлексировал Олесь Бузина, покойный. У него очень много как раз вот он анализирует именно, что происходило с киевлянами. Потому что мы следим за его книгами в основном. Ну, они остались. А он же был еще и политическим обозревателем. Каждую неделю в газетах. Ну, когда еще был период газет. Это был, по-моему, еще и «Киевский телеграф», потом газета «Сегодня». Олесь Бузина, в общем-то, глаголом, будучи киевлянином, потому что он один из немногих коренных киевлян, он об этой трагедии скатывания в такое вот хатоскрайничество, то есть предельную степень обывательщины и еще заражение вот этим вот вирусом псевдоевропейскости, это, в общем-то, он предупреждал. И как это разворачивалось, и Зеленский — это результат. То есть сначала с киевлянами это произошло, то есть Черновецкий и Кличко. Но в чем это важно? Это когда человеку все равно, что за личность он выбирает, да? Вот есть красивая оболочка, как конфета, да? Все прокачано, говорит правильные слова, приехали европейцы, поддержали. Как в Европе. Как в Европе, да. Как в Европе. И вот это вот самооблучение пропагандой с киевлянами произошло первыми. Можно еще разобрать феномен Львова, но он все-таки другой. Ну, то есть, потому что Киев все-таки город русской культуры. Ну, это неотъемлемо, безотносительно, где бы он ни находился. И вот этот самый страшный феномен вот этого, как бы, то, что сначала было евро-национализм, а потом перешло к национализму, в Киеве зародился именно феномен русскоязычного евро-национализма. И это вот этот вот ужас, который мы сейчас и наблюдаем, это и есть результат вот этого облучения. — Язык. Действительно, такая тема очень интересная. Ведь даже если посмотреть видео, ну, к примеру, там, наверняка многие помнят, когда киевские полицейские пытались из автомата сбить летящий беспилотник. И как они моментально перешли на русский, когда потребовалась ситуация. Ну, я сейчас даже не про мат говорю, а просто перешли на русский, потому что... И сразу становится понятно, на каком языке они думают. То есть это не для картинки, не для того, как в Европе. Булгаков что писал? Но ведь все равно главный-то язык остается суражек. Не знают ни того, ни другого. Он говорил на страшном и неправильном языке. В смеси русских и украинских слов. Ну, и как раз о мовных оборотнях. Ну, это многие знают, но позволю себе повторить. Я вчера спрашиваю этого каналью доктора Курицкого. Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает, кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытращивал глаза и молчит. Теперь не кланяется. Говорит один из персонажей, ну, главный персонаж, да? Опять же, все как тогда, по-моему. Мова и вот то, что связано на противопоставлении язык и мова, ну, то есть русский язык, это, конечно же, основа этого нашего кризиса, который произошел. Дело в том, что вот именно на Украине и в Беларуси, ну, особенность в том, что у большинства языков, ну, не у большинства, а у значительной части людей, они знают оба языка. Это не является вообще никакой проблемой. Но та часть, которая плохо знала русский язык, еще вот с советских времен, а я это очень хорошо помню, как раз финал Советского Союза, что вокруг этого было построено оправдание своего некого комплекса неполноценности. То есть, раз вы не знаете, ну, те, кто плохо знают мову, тогда мы за счет этого сделаем свои конкурентные преимущества. Сначала это происходило в сфере культуры. К чему это привело? Это привело к тому, что таланты начали, ну, больше отъезжать сразу в Москву. Ну, а зачем? Ну, к чему вот возиться в местечковости? Зачем воломать себя, да. Конечно. Это привело к тому, что сначала это произошло в сфере культуры, потом пришло в сфере образования. Но очень долго, вот то, что мы называем Юго-Восток, он этому сопротивлялся. То есть, формально все было как бы на русском, ну, на украинском языке, но де-факто, вот, например, в Одесском университете, в Харьковском преподаватель мог начать так, типа, пару слов на украинском. Все дальше продолжаем? Продолжаем. И строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Где-то, как, например, в Одессе, решили этот вопрос очень изящно в среднем образовании. Начали формировать классы по заявлению родителей. Сколько написало на русском или на украинском языке? Столько будет классов. Демократично? Демократично. И это сняло вообще все вопросы языка. Оно было бы все нормально, если бы Украина не была жестко унитарной страной при своем фактически федеративном, федеративной организации. С моей точки зрения, главной целью вот этой украинизации является одебиливание населения. Потому что это я видел, вот, в результате, вот эти дети, особенно, я говорю, в русскоязычных регионах, они не знали ни русского, ни украинского. Более того, они писали по-русски украинскими буквами. Это даже видно было, ну, знаете, на стенах. Ну, когда дети что-то пишут. Хорошее. Разное, да, когда вот слово русское, ну, вот буквы И берут, ну, как бы украинские. И потом я общался, там, приходили в том числе, там, журналисты, ну, как-то на собеседование писали. И видно было, что они уже утратили, они и тот язык утратили, и другой. С какой целью это делалось? Это делалось с целью постоянной провокации политических конфликтов. С чем это связано? Дело в том, что украинские... Ведь на основе именно языковых различий это делать проще всего. Конечно. Проще всего. Ах, ты говоришь не так, как мы. Все. Да, ну, то есть... Смотри, это, во-первых, проще всего сделать, а, во-вторых, это позволяет любого человека унизить. Ну, вот, сразу, со старта. Это было очень хорошо проявлялось, когда, ну, в прошлое, даже в позапрошлой жизни, когда, там, доводилось бывать, там, на всяких шоу, политических, на конференциях. Вот, когда человек что-то говорит им неприятное, да, даже по существу, сразу все переводится в вопрос мовы. Типа, что-то вы мову плохо знаете. Ну, и все. И уже, как бы, на этом, на этой поле уже можно человека ногами, в общем-то, забить. Поэтому лично я, как пользовался, ну, опять же, это мой личный был пример. Я то, что им говорил, может, даже вещи неприятные, я говорил завжди мовою, потому что я мовую вільную водею, я ее люблю, я не переношу політичные баталии на культурные, потому что украинская мова, это и Сидор Ковпак, и Микола Гоголь, и Иван Франко, и много других деятельностей, которые не разъяснили нашу культуру. Да, звучит красиво. Вот вы говорите сейчас, а приятно слушать, на самом деле. Словянская мова, которую нужно знать, и главное, не нужно делать политическим инструментом, потому что, по факту, самое главное, если мы посмотрим на количество литературы, издаваемой на украинском языке до 90-го года, то это было намного больше, чем потом в любые последующие годы. Если мы посмотрим на количество тиражей, которые издавались у известных писателей, ну и вообще произведение искусства, мы увидим, что по факту культурный продукт снизился, а кипиша вокруг него и политических скандалов неимоверно увеличилось. И вот этот вот язык, с моей точки зрения, это и был на Украине ту теорию, практику, которую я разрабатываю когнитивный хвань, то есть сведение общества с ума, вот как раз языковой вопрос, это самый простой вопрос для сведения человека с ума, потому что он заставляет поломать внутри идентичность. Вот кем бы человек ни был, его через язык очень просто вывести на агрессию, на скандал, ну вообще на неадекватное поведение, это было очень хорошо видно, например, на примере украинского парламента. Хотя вот мы, те, кто жил тогда и работал, постоянно говорили, приводили к белорусским примерам. Два государственных языка. Через референдум. Через референдум. Вот что же через референдум, что очень важно, потому что в чем была основа вот этого национализма мобного, что нас насильно русифицировали, ну пришли и насильно русифицировали, а теперь мы должны в ответ насильно украинизировать. Вы знаете, про русификацию такой вопрос неоднозначный. Вот, например, у меня есть приятель, который вырос в Торезе. В Донецкой области. Да, в Донецкой области. Сейчас он кандидат в исторических наук, всякое такое, но он говорит, тогда, ну я почему это сказал, потому что он в детстве очень читающий был мальчик, по его словам, на всяком случае, и вот он мне рассказывал, что хорошую книгу, например, в библиотеке или в магазине на украинском языке найти было гораздо проще, она была в хорошем переплете, на хорошей бумаге, нежели на русском. Я-то считаю, что никто не русифицировал конкретно западную Украину, например, сейчас, так, как Зеленский, потому что сейчас такое количество русскоязычных граждан, которые переехали туда, у кого даже советская власть не делала. И у них сейчас там тоже такие чем-то все закончатся. Еще больше вопрос. У западенцев есть черта такая психологии, которая вот с виду, с богу, по свое, как они называют, это как бы то, что они подцепили от польского националиста Дмовского, ну там же был свой национализм, они же развивались вот в этой как раз среде именно польского национализма, и вот эта вот радикальная форма национализма и неприятия, это, конечно же, польское наследие, потому что волынская резня, мы как бы это через границу наблюдали, да, ну, в Беларуси особая ситуация, потому что была западная Беларусь, вы как бы все это знаете. А вот мы в России точно это было где-то далеко, где-то непонятно, поляки там для нас это больше, ну, все-таки далекие соседи, ну, нет прямой грехи. по выражению Булгакова, наши европеизированные кузены. Да, 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 вот, и поэтому вот эта вот манера агрессивного национализма, которая была свойственна именно для всходних кресов, то есть для западной Беларуси, западной Украины, она была, стала нормой в независимой Украине. С чем это было связано? Это же было связано с тем, что боролось две идеологических концепции. Вот Украина это все-таки преемница ОССР или ОНР. В Беларуси тоже было это, ну, это же история, да, то есть изначально тоже как бы к БНР перебрасывался мостик, да, и отрицался БССР, но у вас это застопили сразу. Ну, в 94-м году, да? Потому что БНР как таковая, ну, это было очень... Так это же вопрос дальнейшей интерпретации, как ты будешь это внедрять. И вот этот вот национализм, вот этого европейского, ну, польского в первую очередь, ну, скажем так, кресного типа, вот, на который была реакция во многом Бендеровщины, потому что, так как, ну, была политика сходних кресов, ответ был в виде терроризма уже националистов, а потом это все мифологизировали в рамках уже независимой Украины. То есть не объяснили, что это было региональное явление, потому что поляки действительно закрывали школы, ну, я ту же западную Белоруссию читал, там, за 20 лет осталось 8 школ. Все. Полянизация очень шла тотальная, да. И вот они свои представления о том, как было все устроено внутри Польши, распространили на остальную, в общем-то, очень постсоветскую Украину, которая была у СССР. А потом произошла сделка, сделка, собственно, ее заключил Леонид Кучма, выражено это было в книге «Украина, не Россия», которая была опубликована в 2003, по-моему, году. незадолго до Майдана, где, собственно, уже то, что было маргинальными представлениями раньше, националистическими, вот так вот причесано, облизано, без особых радикальных, но уже был. Это же книга президента, ничего себе, это же не какой-то историк написал, еще кто-то. Он это, собственно, сделал идеологемой. И, в общем-то, Кучма-то ушел, а это все осталось. Хороший человек. Да, видите, вопрос языка. Меня, кстати, вот в Беларуси очень возмущает, когда те, кто называет себя позицией, по мне, они узурпировали право пользоваться белорусским языком. У нас два государственных языка. Это написано, прописано в Конституции. Пожалуйста, хочешь на белорусском, хочешь на русском, все вывески на двух языках, все документы, все государственные документы готовятся на двух языках. Это закон. Но почему-то какая-то маленькая, причем, часть людей решила, что вот они говорят по-белорусски и таким образом выделяют себя. Они евробелорусами становятся от этого. Да, типа, вот такие вот. Несправедливо, как минимум, по отношению ко всем остальным и по отношению к языку тоже. Я добро володую так само белорусской мовы, и она вельми милоучна на мой погляд, но весь вопрос, где и как употреблять. Если я понимаю, что человек тоже может, то пожалуйста, но если ему будет комфортнее со мной говорить на русском, тогда делать старш. Так парадокс же и Украины, в нормальном виде и Беларуси, в том, что здесь люди могут говорить спокойно на одном и отвечать на другом. Ну, так как ты вводишь. Это же какое преимущество на самом деле, а как вот его сделали? Потому что нельзя противопоставлять. любому человеку с минимальным гуманитарным образованием вообще абсолютно понятно, что русский язык это наш общий язык, потому что он мировой. В этом его особенность. Это, например, испанский и португальский. Они очень похожие языки, но испанский является мировым языком. И тогда португальцу, который говорит на очень похожем языке, для того, чтобы законнектиться в мировую культуру, ему достаточно знать вот этот очень похожий на свой язык. И тогда в чем особенность мирового языка? Владея им, ты получаешь весь комплекс научных, культурных и прочих знаний мира. И вот противопоставлять русский, русский, белорусскому или украинскому, это значит наносить им вред, потому что ты тем самым обрубаешь связь своего родного языка с мировым. И тогда для того, чтобы проникнуть в мировую культуру, тебе нужен английский, китайский, который тебе намного сложнее понять и выучить. Это же видно даже на уровне лексики, потому что любой мировой язык он намного более глобализирован. Ну вот простейшее, от названия месяцев в году. В украинском, в белорусском сохранилось еще славянское костричник, жовтынь, то есть горят костры, либо все пожелтело, лыпень, липень. А русский, так как он мировой, и он взял вот те самые латинские, еще январь, февраль, и прочие, римские. И массу всего остального, то есть сколько было заимствований из голландского языка, из немецкого, ну и массу всего. Это любой мировой язык, он не может сохраниться на своей вот этой вот этнической основе, он потому и мировой язык. И поэтому преодолеть вот это дурацкое мовное противоречие, которое на самом деле одебиливает и носителей мовы, и тех, кто как бы живет внутри и владеет русским, ну то есть страдают и те, и другие, именно восстановив картину мира, что это их язык. человека загоняют в очень такие узкие рамки, потому что вот отсюда появляется вот эта местечковость в мышлении, соответственно, потом и в поступках. Конечно. Мне так кажется. Мы в последнее время особенно после того, как все мы знаем, кто стал президентом на Украине, особенно, ну и особенно после того, как появился центр ЦИПСО, все знают, что это такое, и после того, как все узнали, а кто, собственно, заведует этим центром, и кто фактически там рулит. Ну и возвращаемся к Михаилу Афанасьевичу о том, что киевляне падки на слухи. Оторванность киевлян от Москвы, клетворная их близость к местам, где зарождались всякие тютюники, тютюники, атаман, да, и, наконец, порожденная 19-м годом уверенность в непрочности земного, ну, тогда 19-м, здесь, наверное, каким годом, вот если взять по аналогии, 20-м годом, наверное, непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, но не телеграмм, каналах, в телеграммах, тогда еще телеграмма не было, естественно, посылаемых с Евбаза, это еврейский базар, они не видят ничего невероятного. Вот, вот, вот все, да, ну и дальше приводят примеры. Поэтому епископ Кентерберийский инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики. Папа Римский заявил, что если это не прекратится, то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил Демьян Бедный, ну и так далее, и так далее. Вот как он знал все это тогда? Ну, как знал. Даже вот, казалось бы, просто совпадение, но в телеграммах, посылаемых с Евбаза, но он же не сказал в письмах, да? Ты сейчас слово в телеграмм говоришь, человек сразу понимает. Я думаю, что в этом же как раз и явление гения, который все вот это вот заметил. Но тут же надо разобраться, я тоже хотел бы, как политтехнолог, в принципах слухов, почему оно так, почему оно работает, да? то, что в Киеве, скажем так, жители Киева были легко манипулируемы, ну, лично мне было, я говорю, понятно, на примере Черновецкого, Кличко и последующих. Только легко манипулируемые люди готовы боксера, спортсмена почему-то посчитать, что он должен заниматься канализацией. Значит, ну, это особенность такая вот. Ну, тут еще нюанс, понимаете, например, кто-то же посчитал, что Арнольд Шварценеггер может быть хорошим губернатором или Рейган хорошим президентом. Пожалуйста. И вроде как они были на своих местах с большего неплохие и губернатор, и президент. Но, но, Кличко уже сколько лет? Ну, с 2004-2005 года. Вот. И побольше, позже чуть-чуть. Ну, то есть я к тому, что он мог тоже, ну, чем черт не шутит, боксер, боксер, ну, а вдруг бы он проявил таланты в управлении канализацией и прочими, и прочим городским хозяйствам. Но ведь нет. Киев-бардачный город, страшно. Да, то есть все ржут над ним, над его этими, там, какими-то мемами, высказываниями, высказываниями, которые становятся мемами. Но он продолжает быть мэром. А за счет чего? За счет того, что абсолютное большинство граждан отстранились вообще от политики, осталось меньшинство политизированное, возбужденное. от политики-то они, может, и отстранились, но вода в крайне должна быть. Ну, обычное удобство городского жителя. А с этим в Киеве проблемы не сейчас начались. Очень сильно коммунальное хозяйство пострадало по сравнению с тем же Харьковым. Я просто наблюдал эти два процесса, ну, вот как они разнонаправленные были, да, то есть, как Харьков после того, как избрали человека с очень, тоже сомнительной репутацией из 90-х, я имею в виду покойного Геннадия Кернеса, я просто с ним работал, ну, как бы, ну, в принципе, у него там, по-моему, первая статья была, с жестками связана, да, и его не очень, как бы, хотели кроковчане, и он доказал, что он может быть мэром, потому что это, ну, я просто говорю, так как работал, видел, как человек там сам ездит с утра, вот поехал смотреть, что в городе происходит, и там мог с матом, ну, его прям все по струнке ходили и боялись, хотя знали про его специфическую, то есть, это как бы анти-кличко, у него не было никакого позитивного образа до этого, да, а тут обратная история, когда люди ведутся на внешний образ, это история как с Зеленским, это история про людей, которые хотят очаровываться, а если ты людей, которые хотят очаровываться, еще и накормишь вот этой вот, как бы, злой, с моей точки зрения, идеологией, псевдо-евроинтеграции, что, как бы, вы вступите в Евросуиз только потому, что вам об этом рассказали, ну, вот что, мы сделаем это, и вот вам вождь, который туда приведет, да, и это же, ну, все эти мэры, Клички и Зеленский, они же для этого и созданы, для постоянного, производства обмана. Все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров москалей, ну, тогда офицеров москалей было понятно, потому что, в городе действительно было очень много белых офицеров, наверное, их было слишком много. москалей был когда-то белым офицером, в том числе. В конце концов, да. Но это вот к тому, что, действительно, наверное, вот эти вот идеи, что мы будем европейским городом, что мы будем как в Европе, не за один день родились, видимо, они там где-то давно витали. Они начали витать, я сейчас просто подробно это изучаю, это побочный продукт борьбы польской аристократии и интеллигенции в конце 19 века. Собственно, идея вот польской аристократии была в чем, что украинский национализм, который всегда был направлен, ну, антипольским, ну, традиционно, да, вот нам его нужно сделать своим союзником, поэтому его нужно перенаправить на русских, и тогда это поможет в том числе добиться нам, наших целей, что в результате и произошло. Zoom же они себе отобрали, Булгаков же рассказывает, о периоде, когда было, ну, такое виртуальное объединение Украинской народной республики и Западноукраинской, но потом-то Петлюра Западноукраинскую сам отдал Пилсудскому добровольно, поэтому сто лет назад у них это получилось. На чем это основано? Ну, несложно, как бы, ну, так вот коротко дать оценку, но вот я замечал особенность, это, конечно же, вклад местной элиты и местной олигархии. Вот местная интеллигенция, я считаю, что это особый тип людей, которые несут ответственность за то, что случилось. Точно так же, как значительная часть белорусской интеллигенции несет ответственность за то, что было в 2020 году. Объясню, почему я так считаю. В чем функция интеллигенции? Функция интеллигенции общественная, разъяснять общественно-политические процессы для всех остальных. У них есть свободное время, они потому и являются интеллигенцией. И вот, значительная часть в Киеве была просто куплена на корню, по тем же схемам, как это было в Беларуси. Гранты, программы, участие, ну, как бы. И за 10-15 лет, это как раз вот началось в начале нулевых, активно, ну, вот выборы Кучмы в 99-м году, это ключевой год, когда он пошел на сделку с американцами, потому что после победы на выборах, Ющенко становится премьер-министром. Ничто не предвещало появление этого человека. Эта история очень похожа с Лехом Качинским, который из ниоткуда был сразу поставлен, и вокруг него наросла политическая партия. То есть, это вот тот самый дип-стейт, который двигает своего человека, или тот же Саакашвили, которого в нужное место ставят на важный пост. И вот местная интеллигенция, которая, собственно, была куплена на корню, она и занималась проведением вот этих вот, ну, идеек. Для нее это была работа, но так как они все артисты разговорного жанра, то за 10-15 лет результат работы был достигнут. Там не только киевляне, у меня тоже есть цитата. Я вот хочу, мы занимаемся, если, ну, как бы с коллегами, собственно, то, что сейчас говорит интеллигенция, потому что мы наблюдаем за пропагандой украинской, ну, мы на ней концентрируемся. Я считаю, что это неправильно, потому что главное следить. Но она просто виднее. Ну, она виднее, да, а я все-таки хочу немножко поглубже погрузиться, потому что интеллигенции, это те, кто дают смыслы пропаганде. Ну, то есть, тут важно понимать. И вот луганчанин, луганчанин, переехавший в Киев в свое время, из системы, он сын прокурора, сам в свое время был прокурором, с абсолютно русской фамилией. Я не хочу называть фамилии, не потому что мне это все равно, я просто считаю, что эти люди должны быть, ну, забвению подвергнуты, это самое главное. Но что они говорят? Нужно разбираться. Вот смотри, луганчанин, это вот сейчас вот уже, да, я вообще не понимаю этого нытья. Ну, что вы ноете? Вас уже 8 лет бомбят. Ну, должны были привыкнуть. Все знают, что в Донецке есть так называемая аллея ангелов. Ну, будто там какие-то дети погибли. И вот после взрывов в Луганске, это вот когда там были убили прокурора, если в Донецке есть аллея ангелов, то в Луганске нужно сделать аллею чертей и увековечить там памяти шахтеров, которые пошли воевать в составе армии так называемой ЛНР. И будет извечный антагонизм. Там аллея ангелов, а здесь аллея чертей. И добавляют, я понимаю, что процесс расчеловечивания врага это абсолютно справедливый, правильный процесс. То есть, этим процессом там уже занимаются много лет. И осмысленно. Осмысленно, да. Это осмысленное решение интеллигенции. Ну, поэтому слово сепар, он, это не человек точно. Не человек, да. Да. Это осмысленное решение. И атаманы вот эти, которые были, ну, это тоже очень можно почитать еще того же посмотреть, Щерса всем рекомендую. Довженко же кем был? Он же был в армии Петлюры. как его призвали, вот как схапали, атаманы, и призвали. Он видел это все изнутри. И потом, у него же есть еще вообще малая известная книга, ой, книга, фильм, называется «Пилсудский купил Петлюру». Ну, она один из первых черно-белых. И потом Щерс. Вот всем надо посмотреть те небольшие черно-белые картины, где вот, ну, в стиле, это же как Чапаев, такие, ну, очень динамичные фильмы, где все очень быстро происходит, и образы очень яркие. Там все вот это вот, показана именно роль интеллигенции, как она всем этим занималась, как она подстрекала, потому что на интеллигенции, именно украинцы, и не только украинцы, и на русской интеллигенции, и так же, как и на белорусы, вот эти все вот... Ну, интеллигенции любой другой страны. которая к этому привела, потому что какое количество из России переехало туда, ну, подстрекать, сбежало? Мародеров сколько сбежало? Ну, вся наша вот эта, ну, шваль, которая все эти годы изнутри вот эта зулиха открывает глаза, они же на этой стороне. Это люди, у которых нет границы в идентичности. Это люди, которые уже лет 20, как решили, что они должны быть пособниками белого господина, на этой земле. Что у нас все... Ну, я вижу в этом идеологию, что только они смогут привести в нормальный европейский вид, то есть, они это быдло смогут воспитать, они его переучат, и у них есть идентичность. Я никогда этого не понимал, наверное, не пойму. Вот, мы говорили о том, что вот возникла какая-то группа людей, или общность людей, которые так подчеркивают свою европейскость. Окей. Даже если так. Ну, ребят, давайте откровенно. Как вы там внутри себя не подчеркиваете свою европейскость, те самые европейцы вам всегда дадут понять, что вы люди второго сорта. Более того... А где тогда, ну, какая-то гордость, черт побери. гордость в унижении своих сограждан. В этом же. То есть, это не просто выбор европейца, что я являюсь европейцем по праву. Лично у меня, например, ну, перед немцем, мне все равно, да? А вот... Это наоборот еще. Простите. я имею в виду, на человека надо смотреть. Ну, вот конкретно. Вот что ты из себя представляешь? Потому что даже внутри той же Европы я знаю, как относятся к румынам. То есть, они тоже, они смотрят, они вроде в Европейском Союзе, но это немножко второго сорта. Они сейчас это назвали там Европа двух скоростей. Это такой эвфемизм. Но мы-то понимаем, что значит Европа двух скоростей. Они в чем дело? У меня сейчас будет еще одна цитата самого, наверное, титулованного историка. Он в Вене преподает. Как вот они видят, зачем они это делают? Это тоже, как интеллигенты, они прячут это в образы. Ну, сейчас вот смотри, какой образ. Он объясняет национализм. В чем смысл нации? Условно говоря, если народ есть трава, то нация это газон. Если народ это чаще, то нация это сад или парк. Нация это то, что требует время, уход, усилий. Нельзя создать нацию раз и навсегда. Это как газон. Его нужно постоянно подстригать и прикладывать усилия. Ну, к чему он подстригает? А это уже как газонокосетчик решит. Простите. А вот в этом и функция интеллигента. Он говорит, мы европейцы. Лишнее, то, что нам не дает стать европейской нацией, мы должны обрезать. Но это же как бы метафора. А какой вывод делает человек? Ну, как бы попроще. Которое там, оружие, которое мы вручили, которое мы объяснили, что мы святым делом занимаемся. Мы газон. А это же еще и резонирует с тем же Боррелем, как он говорил, что наша Европа – это оранжерея, а там какие джунгли. То есть, это картина мира. И говорю, это воспитание, это интеллигентнейший человек. Один из самых титулованных историков. И вот это... Нет, ну, он-то, в общем-то, прав. Вот в этой цитате. Но, опять же, весь вопрос, в чьих руках газонокосилка тогда? Тех, кто строит нацию. Каковы настройки у этой газонокосилки? Какая нация, с какими взглядами, с какой идеологией будет получаться? Вот в чем. Ну, а идеология у них одна, другой-то идеологии нет. Дело в том, что все восточные Европы, они же пришли к национализму. И просто весь национализм сейчас, он как бы направлен против России и против Беларуси, ну, как мы видим, да. Но в какой-то момент это же лопнет, и это приведет, как всегда это было, вся территория Центральной Европы, это война всех против всех. Постоянная территория конфликтов. Мало ресурсов, много людей, и, в общем-то, некуда бежать. Если мы посмотрим на ту же Украину, вся ее история, это история конфликта, после чего народ разбегается, кто на Запад, кто на Восток. Умиротворение, приходит какая-то новая сила, ну, внешняя, происходит, и народ снова возвращается, хороший климат, много всего. И так, в общем-то, каждые сто лет, я не знаю, проклятие это или не проклятие, ну, так оно получается. А то, что Булгаков отрефлексировал, ну, спасибо ему. Жалко, что у нас пока что еще никто не появился, кто это рефлексирует сейчас. Но я надеюсь, что в стол люди пишут. Но это мы со временем только сможем понять. Сейчас же даже опасно писать. Я, например, вот подписан на очень хороший телеграм-канал, он очень маленький, называется «Киев на проводе». Я не знаю, кто его ведет, там мало, человек 500 подписчиков. Это вот ведет человек явно с таким же очень чувством юмора, ну, похожим на Булгакова. И вот там как раз бытописание жизни в Киеве очень такими, никакой большей политики нет, тут такие вот заметки. Я на него случайно наткнулся. это вот попытка такого кого-то из киевлян вот хоть как-то это все отрефлексировать. Я считаю, что у нас нет выхода из кризиса, если у нас не появятся новые Булгакова. Потому что мы не отрефлексируем, это будет вечное время. Ну, ввиду того, что примерно сто лет прошло, я думаю, что где-то вот он, наверное, уже где-то есть. Просто мы еще не поняли, кто это и что это он. Ну, о будущем, о будущем Киева, опять же, ну, что писал Михаил Афанасьевич. Город. Ну, я повторюсь, да, Киев называл городом, город с большой буквы. Город прекрасный, город счастливый, над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах. Вот, вот я читаю, даже вспоминаю свои поездки в Киев, это действительно очень красивый город. Сейчас в нем великая усталость после страшных гормыхавших лет. Думаю, что вот усталость уже, наверное, там не просто усталость, там сейчас покой. Но это он о будущем пишет, о будущем Киева. Но трепет новой жизни, я слышу, пишет Булгаков, его отстроят, опять закипят его улицы и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет. Кого можно сейчас сопоставить вот с этим, вот память о Петлюре да сгинет, ну, тут пусть каждый сам решает. Петлюру давай тоже разберем для себя. Петлюра был очень популярный журналист своего времени. Он был публицистом вообще мощным. Там же был период постоянных очарований. Сначала было очарование Вениченко и Грушевскими. Устали от этих болтающих демократов. Пришла как бы сильная рука в виде Скоропадского, ну, Гетмана, вместе с немецкими штыками. Тоже произошло очарование. И потом уже был Петлюра, это как ответ такой, ну, вот он уже настоящий украинский украинец, еще и популярный журналист. То есть Петлюра это был результат уже трех или четырех подряд разочарований и новых очарований. И как Петлюра, в общем-то, очень быстро выродился в банальный бандитизм, потому что слово Петлюровщина стало ассоциироваться с атаманщиной. Потому что он разогнал всю армию, она разбежалась и появились атаманы. Поэтому кто будет аналогом Петлюры значения не имеет. Появился шикарный фильм «Свадьба Малиновкина». Да, но это про южнее чуть-чуть проходило. Благодаря вот этим всем процессам. Тот же зеленый фургон, я напомню, с чего начинается. Как раз с того, что Одесса разделена пополам между Петлюровцами и Антанта, и прямо по Приморскому бульвару проходит граница. Но ведь точно так же у нас же родились и другие образы из тех же столетней давности. Я напомню, что кроме советских, ну, была борьба, ну, скажем так, красных на территории Украины, была же еще отдельная Донецко-Криворожская республика со столицей в Харькове. И это был вообще отдельный субъект. И большевики изначально опирались на Донецко-Криворожскую республику, и отдельно была Таврическая республика, и они были во многом союзниками, куда входил в Крым. Поэтому процессы тоже очень повторяются, не было бы Артема, других большевиков, им не на кого было бы опираться. И именно Донбасс в свое время для большевиков стал тем опорным краем, откуда, в общем-то, началось потом освобождение всего региона. Ну, дошли фактически до Варшавы. То есть был победоносный марш Красной Армии. Но вопрос, какой ценой это сделалось, потому что по факту ни один из этих деятелей, ни Петлюра, ни Скоропадский ничего не сделали для Украины, кроме развалили ее еще больше. Поэтому повторяется вот это самое главное. Сплошная благая риторика, абсолютно мифологизированная, абсолютно не соответствующая реальности. А финалом будет большой обман. Поэтому я очень надеюсь, и это будет лучшим выходом для нас, что в ходе этого обмана произойдет как раз тот самый катарсис с жителями пост-Украины, как произошло с тем же Петлюрой, когда реальность и пиар-реальность поймется, насколько они не соответствуют. Ну, Петлюрой сбежал в Париж, собственно, только накивав пятами, как говорят по-украински, сдал западную Украину, а в результате его же убил еврейский студент, его даже оправдали, то есть у него был мотив мести за погромы еврейские. Из нынешнего кризиса, я много об этом думаю на самом деле, сейчас вот был в Сибири, общался с коллегами, там же много выходов, в том числе из Украины, родственников. Я прихожу к выводу, что подлинное умиротворение, а выходом из кризиса является именно умиротворение, потому что у каждого погибшего будут родственники, дети. И нам все равно предстоит восстановить картину мировоззренческую. А что это было? Потому что это не за один день случилось. Главная проблема, что у людей туннельное мышление, они начали с 24 февраля рассматривать, ну значительная часть и дальше, а надо вот эту часть айсберга, которая была до 24 февраля, вскрыть, показать и объяснить, что это произошло. И для этого нужны булгаковы, которые это опишут в художественном виде и нужен иной тип интеллигенции, который опишет это более в рациональном виде. То есть должно появиться в учебниках, в пособиях, в фильмах, потому что нужно показать, что вот история Киева, конечно же, в ней есть трагические страницы, но за всю историю Киева это ничтожное, если мы посмотрим за всю историю города, вот такие трагические истории это всего лишь маленький фрагмент исторический. Так-то оно так, но просто люди, которые сейчас там живут, они... Я считаю, что людям, которые живут, нужно максимально уезжать в сторону Закарпатья, потому что если мы посмотрим, единственный регион, где нет ни ударов ракетных, ничего, все спокойно, это Закарпатья. Почему? Пока. одни, там все будет, знаешь, почему? Там ничего нет. Потому что Венгрия не поставляет оружие. Венгрия не превратила регион... Так даже если представить, что и поставляла бы, например, то есть там нет каких-то серьезных объектов, которые, допустим, требуют бомбардировок с точки зрения военной. Потому что его не дали превратить. Там красивый лес, красивые горы, красивые реки, шикарные катания на лыжах, ну, все. Львовская область. Очень замечательная кухня. Сейчас целая волна сноса памятников людям, ну, знаменитым, людям глыбом, историческим, глыбом, того же Суворова, Екатерина, чьим указом Одесса появилась, собственно, в конце концов. Да, там было поселение до того, как появилась Одесса, но это было, по сути, деревня. Вот у меня такая ассоциация. Я считаю, что все началось с памятника Ленина на Крещатику, что это как бы когда его... Вообще меня поражает, как люди легко могут вот отрешиться от части своей истории. Какая бы она ни была, но это же история, это было. Была нацифицированная часть общества, которая в социологии выделялась. Это порядка 10-15% в среднем. Где-то больше, где-то меньше. По Украине. Но этому меньшинству всегда все сходило с рук. Пытались его придавить, вот это было Украина без куч, мы как раз начало нулевых когда там посадили их даже немножко. Но потом политические элиты увидели, что этих радикалов очень удобно использовать, в том числе для зарабатывания политических баллов. Что далеко ходить, я сам несколько раз, ну, в начале нулевых, в Киев просто после оранжевой революции превратился в большой рынок митинговой активности. ну, там звонишь кому-то, говоришь, есть у тебя 100 человек? Да, есть из них 10 буйных? Отлично, все, значит, вот тебе макет этих плакатов, деньги скинул, все, завтра у тебя по адресу 100 человек, из которых 10 буйных. этот бизнес разросся, говорю, после Майдана. Он был не только политический, он был в том числе связанный с застройками, ну, там, какого-нибудь пропикетировать, еще что-то сделать. И маргиналы со всей Украины, не только с Украины, потому что реально можно было на этой митинговой активности очень неплохо заработать, ничего не делая. И Киев на протяжении, вот я говорю, где-то с четвертого года уже к восьмому он уже превратился в просто торговую площадку, где-то, на сколько там, на полторы тысячи митингов? Давай на полторы, пропикетировать, там, еще что-то, еще что-то. И флаги поднимать не важно. Вообще не имеет никакого значения. И вот тогда украинские националисты, это я наблюдал, они очень тесно смешались с очень мелким криминалитетом. То, что потом назвали тетушками. Это же фамилия был такой, там, Вадим Тетушка, это реальный житель Белой Церкви, ну, Киевской области. А зачем работать? Если ты можешь на митинге вот это вот, покричать, поорать, заработать те же деньги, а делать ничего не надо, и это постоянный спрос. Все. И вот так вот за пять лет в Киеве образовалось, ну, уже было там, вот я так вспомню, было групп 20 было, которые работали постоянно, у которых было, ну, по сотне, по две всегда людей. И еще было где-то сотня, ну, то, что называется, свободных контрагентов. Ну, к ним тоже можно было обратиться, ну, там, у этих боксеры, у этих, там, попроще, у этих бабушки какие-нибудь, бабушки тоже очень нужны. И у них все были прайсы. То есть, когда я тогда работал, вот, в середине нулевых, я у меня был, ну, список людей, с которыми надо что-то, кстати, даже посольство США один раз мы пикетировали. Но тут я впервые столкнулся с тем, что те же националисты, например, посольство США не хотят пикетировать. То есть, около восьми человек... А за двойной тариф? Нет, вот там не надо. Этого не надо. И потом я это понял, что уже к Евромайдану 2014 года этот бизнес уже был не просто сетевым, то есть, он был распространен в Киеве. У него уже появились серьезные бенефициары, потому что олигархия поняла, что это отличный инструмент для того, чтобы многих шантажировать. И тогда олигархия сделала самое серьезное преступление. Она в эту тему еще интегрировала футбольных фанатов, как самых отмороженных представителей вот этого как бы радикального меньшинства. И вот эти футбольные фанаты это и была та пехота, которая сделала вот это самое страшное преступление, которым я считаю 2 мая, потому что после 2 мая дороги назад уже не было. Это то, что разделило... Это то, что начало гражданскую войну. Если Евромайдан, это все-таки был серьезный конфликт, но после которого могло бы быть какое-то подобие замерения через какой-нибудь электральный цикл, там прошли... Как с Ющенко было. Вот он победил, но потом через выборы как-то все забылось. А 2 мая это был точкой невозврата, потому что это формула моя, то есть я до нее дошел, всем рекомендую пользоваться, когда национализм становится нацизмом. когда человек в голове, сначала в голове проходит шаг к убийству того, кого он ненавидит. Это очень сложный шаг, потому что у нас же есть заповеди, уголовный кодекс. Убийство это одно из самых сложных через себя перейти. И вот национализм он тебя учит ненавидеть, а нацизм говорит тебе убей. И вот этот шаг пройти в себе должен каждый человек, чтобы стать настоящим нацистом. А вот интеллигенция, она как раз, ну и плюс медиа, ну вся инфраструктура влияния, то что называется, она направлена на то, чтобы убедить человека, чтобы он сделал этот шаг. То есть ничего страшного, убить русского, убить орка. Делается это идеологически, у меня тоже есть цитата, я считаю, что вот этот феномен униадства, греко-католическая, то есть униадская церковь, это один из ключевых операторов вот этой вот черно-белой картины мира. Вот там даже есть такой вуз, он во Львове находится, украинский католический университет. Это, собственно, с моей точки зрения, является, наверное, главным по производству именно вот этой вот черно-белой идеологии, потому что последнее, что я вижу, происходит, они хотят превратить это еще и в религиозную войну. Запрет православной церкви, который был на днях, обыски в Верховной Раде, то есть все готовится к тому, чтобы это самую страшную стадию. Но это самое страшное, что может быть. Но что говорит, вот сейчас будет цитата, ну его-то я уже назову, потому что это именно официально, это гражданин США, ну украинский священник, вот этот вот, один из руководителей вот этого Украинского Католического Университета. Это война зла против добра, это война, которая отзеркаливает Адама в грех. И дальше он объясняет, что наше достоинство, вот почему он объясняет, да, сегодня Украина дала новые смыслы Европе и объединила Европу, которая трещала. Украина объединила Североамериканский Альянс. То есть они целенаправленно показывают, что мы должны, Украина это жертва для объединения тех самых европейцев. Для меня это какой-то средневековый просто, это средневековье, ну, это уже абсолютное средневековье. И это говорит человек, который должен в общем-то сеять разумное, доброе, вечное. Говорит, и опять же вернусь к людям, которые прямо сейчас там холодно, холодно ведь, нет электричества, нет воды. Это ужасно, я пытаюсь представить, мне не получается даже, как вот быт устраивать, когда, особенно если есть маленькие дети, мы допустим, я знаю, что мне делать, но вот если уже есть дитё, а если не одно, то что дальше? Это большой вопрос. Я что могу сказать по поводу, когда был blackout в Крыму, я просто специально на эти полтора месяца поехал пожить. У меня просто, у меня особенность такая, как я в Донецк поехал в 2015 году, в Крым, я как только случился переход, старался бывать каждый месяц, ну хотя бы на 3-4 дня, чтобы понять, это же уникальный был опыт перехода. Ну что ты поймёшь по телевизору? Ну конечно, конечно. И вот когда случился blackout, я помню, что я специально двинулся в Крым и месяц пожил в условиях этих постоянных отключений. Это очень тяжело, ну вот реально это очень тяжело. Вылазят самые неприятные такие штуки, как, например, спекулянты, ну как свечи, например, стоили там 10 рублей, а завтра они, блин, 50 рублей. Проявляются и худшие, и лучшие черты людей. То есть, с одной стороны, и мародёры начали там пограть, ну это всё пресекали, но просто особенность Украины в её же без государственности. То есть, я не понимаю, кто будет заниматься проблемами массово тех самых простых людей. Ну политические элиты, они же воевать, ну то есть, у них же цель бизнес на войне. Ну как они всё говорят, что на нас это никак не повлияет. У них всё хорошо. У них всё хорошо. У них всё хорошо. Поэтому, вот я на это смотрю, как любой нормальный человек, ну это понятно, трагедия, это просто, а старики, это же вообще, а сколько там осталось одиноких. никакого иного выхода, кроме как уезжать максимально в принципе нету, потому что вот эти персонажи... Так, мэры, мэры крупных городов и говорят вслух, уезжайте из города, потому что, ну мы не сможем, да, обеспечить. Понятно, что в деревне проще, да, в крайнем случае есть печка, даже если печки нет, там есть какой-то лес, прелесок, ты всегда костёр как минимум разведёшь, это уже тепло, ну хоть какое-то. Там в самом крайнем случае снега растопишь, это уже вода. Вернусь опять к Булгакову, вот просто сейчас очень много говорят о том, что на Украине воюет силами Российской Федерации не столько уже сама Украина, сколько всё коллективное НАТО и не только вооружениями, там, допустим, с леницы Покисновения всё больше говорят о том, что на той стороне там уже украинского не слышим, а там польская речь, ещё какая-то речь, ну то есть иностранные языки звучат. И что писал Булгаков, описывал ситуацию, когда немцы оставляют Украину. Ну рано или поздно это произойдёт, это же все должны понимать. Значит, одним бежать, а другим встречать новых удивительных незваных гостей в городе. И стало быть, кому-то придётся умирать. Те, кто убегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать? И тут вот, почему мы говорим о простых людях, потому что всё ляжет-то на них. Всё ляжет в итоге на них. Вот Александр Лукашенко буквально на днях говорил о том, что, конечно, Зеленскому у него всё хорошо. Он в тепле. Он вышел сам, ручку кому-то пожал. Да, в как будто нестиранной маечке, хотя, ну, понятно, что это фермент образа. всё у него хорошо. Он сыт и в тепле. А вот эти миллионы людей обычных, у них всё не так. Люди статисты в этом кровавом сериале Зеленского. И просто каждому человеку нужно понять, он готов быть внутри этого статиста или нет. Потому что для статистов предусмотрена роль максим-максимума страданий. Потому что это компашка людей, не имеющих никакого опыта в госуправлении. Это просто фигуры, которые оказались в ременщике и которые согласились на эту грязную работу. И вот это вот самое последнее. Это моё поколение. Я его знаю. Оно очень неприятное. Это поколение, которое взрослело на сломе эпох. Мы не успели поймать ещё советского практически. Мне вот было 12 лет, когда разрушился Советский Союз. Но на период подросткового и взросления пришлись те самые девяностые. И ты видел, как, грубо говоря, условный Зеленский смотрел, как Коломойский растёт, но ему уже не досталось ничего. И вот это моё поколение, я его обозначаю где-то с 73-го по 83-й год рождения плюс-минус. Даже у моего поколения, как это выражено в языке, не сделать карьеру, а подняться. То есть все в грязи, а ты поднялся. То есть не открыть производство, а найти тему. Ну, это же оно отражено. Это абсолютно циничное, беспринципное поколение, которое мировоззренчески согласилось с тем, как пел Чиж, ну, там рай, а здесь ад, ну, какой разговор, да, что вот только там есть жизнь. А то, что здесь это, ну, даже очень многие называют там наша экономическая родина, то есть здесь зарабатываются деньги, а настоящая жизнь она там. И вот среди этого поколения, ну, к этому же поколению Собчак принадлежит, и вся вот это вот то, что мы видим. Они искренне считают, что они покупают таким образом билет в мировую аристократию. Зеленский, как я вижу, он играет на Оскар. Вот если говорить про его цели, кроме зарабатывания денег, вот что бы ни случилось, ну, а мы понимаем, что рано или поздно, он хочет снимать фильмы и работать, собственно, на Оскар. Это видно. Виден его сериал, мы его, как бы, подробно разбираем. Эта сериальность, она захватывает. Что очень важно, человек же, особенно, когда человек находится внутри, человек уже хочется верить, а когда ему весь мир с нами, там, все, все, хотя всем же видят, Джонсон карьеру пытался сделать на этом кризисе, да, не очень получилось. То есть, это все цинично используют, начиная от того, что все зарабатывают на этих военных подрядах, начиная с самих США, как это было в Ираке, ну, это сам... В первую очередь США, давайте так. В первую очередь. А они являются операторами этого процесса, которые тоже, в общем-то, зарабатывают. И у каждого человека вопрос такой, либо я буду участвовать как статист в этом сериале, либо не буду. И вот из этого самоопределения проистекает вопрос, что делать дальше. Потому что, если согласен быть статистом, ну, тогда неизвестно, как пойдет. А если не согласен, тогда вопрос, что делать, я считаю, что надо уезжать. Ну, опять же, чем я лично занимаюсь? Знакомых-то много разных. Вот уже куча людей помогли выехать по разным схемам. И через Польшу, Белоруссию, потом, ну, кто в Россию, да? И через Румынию можно выехать. Ну, есть варианты. Через Молдову можно выехать. Они есть, но просто многие люди... Просто цены. Они в сериале... Я уверен, что там только вот... И деньги можно найти. Просто многие люди, они еще думают, либо все рассосется, либо увлечены этим сериалом. и, например, после истории там в Харьковской области, ну, все уже перемога. Даже, ну, что сейчас все уже... Нет, оно ничего не успокоится. Не смотрите этот дурацкий сериал. Он может привести к гибели сначала как личности, а в худшем случае и к физической гибели. Судьба. Незавидно. Есть один, наверное, способ. Но, опять-таки, нам легко давать советы, так вот, сидя в спокойном месте. Я вот по какому-то своему опыту и в Донецке, когда я говорю, blackout я пытался там пережить в Крыму, понять, что это. Единственный способ это сосредоточиться на повседневных делах и читать правильные книги. И минимум политики. Минимум. Потому что все в нынешней текущей ситуации хотят тобой отманипулировать, пользуясь тем, что ты находишься в уязвленном положении. Обман, псевдонадежды. Ну, это будет постоянно и на это никак не повлияешь. Это очень соблазнительно. Ну, как-то как. Электричества нет, нет интернета, нет телевизора. Вот тебе влияние. Зато, когда он появляется, тебе сразу дают много надежды, что вот, а теперь точно все исправится через неделю. Не исправится. Не исправится по одной простой причине, потому что план по превращению Украины в Афганистан запущен. Они этого не скрывают. Это концепция организации Украины. И только там, где не будет нынешней власти Украины, там будет какой-то относительный миропорядок, то, что называется мир в обществе, порядки в государстве. На третьем шаге я надеюсь, что включатся разные соседи. Ну, вот мы видим ту же позицию и Орбана, особую, несмотря на то, что он в Европейском Союзе. Потому что, когда бледнолицые братья наши уйдут, то пост Украина станет проблемой всех ее соседей без исключения. И вот тогда начнется самый важный этап умиротворения, которому, если честно, вот лично я, как человек не военный, в этом ничего не понимающий, не умеющий, лично я к этому процессу готовлюсь, последующего умиротворения, потому что без этого этот кризис может стать поколенческим. На одно или даже на два поколения. А этого мы допустить не можем. Он и так имеет все шансы уже стать, наверное, даже уже стал вопрос, как действительно выравнивать эту ситуацию. Это очень сложно. И там не будет каких-то крупных побед, что называется, да, и там каких-то совершений. Это тяжелая ежедневная работа, и очень важно понимать, какой цели нужно достигать. Безотцовщины впереди очень много. И безотцовщину или кбезом нужно заниматься будет в том числе. то есть, на самом деле, работой впереди непочатой крайней. Одна из самых развитых, если не сказать больше, республик в Советском Союзе украинская. И вот сейчас она просто уже скатывается, просто отбрасывается в развитии на десятилетия назад. И чего разве здесь все это делается? Я до сих пор не могу найти ответа, почему украинская элита, про интеллигенцию я все понимаю, да, а вот почему именно та украинская элита согласилась на проект Украина как антироссия. Они теперь потеряли свои заводы, фабрики, порты, уже потеряли, там, у одного Ахметова потерь на около 30 миллиардов долларов, это то, что они официально насчитали. Вот ради чего? То есть, они либо не могли просчитать, то есть, и верили, это же мощнейшие люди, которые прошли такие уроки 90-х, это же волки просто, вот если так посмотреть, да, и у многих отличное образование, тот же Коломойский, он с красным дипломом, инженер-металлург, ну, то есть, это действительно интеллектуальные люди, либо они действительно поверили, что удастся потом как бы на остывающем трупе России попировать еще больше, потому что все-таки основная идея украинского... Я вам скажу, если они поверили в остывающий труп России, это тоже их не красит интеллектуально. Вот, так я о чем и говорю, если они поверили в это. То есть, это же им Бжезинский, он же как говорил, что... Я это наблюдал, потому что еще, по-моему, в 2001 году Бжезинскому дали почетного гражданина Львова, его помню, как встречали, я еще по студентам был на третьем и на четвертом, ну, где на пятом курсе. И вот это, что миропорядок 21 века будет строиться на месте России и за счет России. Им же, их же в этом убедили, и что они... Но если люди с советским еще образованием, я подчеркиваю, те же, они же все и кучма с советским образованием, они на это повелись, значит, они либо глупцы, либо это еще такая штука, как самооблучение пропагандой. Это очень страшная штука. Это когда ты много раз сам повторяешь в то, что ты хочешь верить, и через какое-то время создается вот этот эффект эхо-комнаты, когда ты уже сам веришь в то, что еще вчера было просто элементом пропаганды. Это происходило и у нас очень часто. Вот, например, гибель Советского Союза, я считаю, во многом связана. Я сейчас читаю мемуары Рыжкова как раз последнего главы Совмина. Там просматривается вот это самооблучение пропаганды, особенно, как описывают, что Горбачев верил, что он любимец. Ну, потому что он поймал это в 85-м году и был момент. А он потом это распространял уже и дальше. Потом подобная была история с тем же Ельцином, когда во имя интересов, скажем так, лично эгоистических, то есть политической борьбе, они посчитали, что могут разрушить государственность, но потом уже всем стало хуже. Я думаю, что здесь вот этот эффект башни той самой слоновой кости. Когда ты являешься сверхвлиятельным человеком, вокруг тебя есть одно окружение, второе окружение, третье, и ты всю информацию черпаешь вот уже через сигналы, они уже... Через эти фильтры. А Украина уже очень давно, начиная с 2004 года, внутри, я имею в виду не внешний фактор, а внутренний, давно управляли олигархические группы. Они с одной стороны на уровне бизнеса более вертикально интегрированные, а на уровне коллективов они неофеодальные, потому что у каждого олигарха есть десяток партнеров, ну, у миллиардера партнеры-миллионеры крупные. Олигарха ж нет, он живет в Лондоне, в Женеве, то есть он иногда прилетает, а на месте рулят такие волки, но послабше, да, а у этих волков соответственно топ-менеджмент, который всем на месте рулит, они отрываются вообще от то, что называется, от почвы, начинают смотреть на происходящее глазами собственных СМИ, они же еще все были как бы маленькими медиамагнатами, и самое главное, вот это вот самооблучение пропаганды происходит из-за того, что все всегда сходило с рук. Ну, всегда все получалось. Можно было брать у России как бы газ, раз, и он превращался уже как бы в ничейный, а потом, ну, что, ну, вот исчезло, да, и вот это вот транзитное положение и сверхбогатство, потому что вывозной капитал, который формировался на Украине, он же был основан на том, что было очень короткое плечо по превращению чего угодно в валюту. Порты свои, граница с Евросоюзом своя, высоко развитая территория с выходом, самое главное, на мировой рынок сразу, ну, это то, и чего у Беларуси проблема, да, что нет сразу в мировой, там, свежеклайпеной приходилось, как сейчас через Зеленобласть, а у тебя все свое, и поэтому превратилось на вывоз, идет, ну, как бы живые деньги, почему, допустим, тот же, ну, тот же Азовсталь, он генерировал, там, до полутора миллиардов долларов в год, потому что порт и сразу же медзавод, ты прям сразу погрузил, вышло, никто даже не знает, там, таможенные, посленные, еще что-то, но, вот так вот, куда надо, туда и поехало, поэтому, так же облысили Карпаты, например, на Западной Украине, там же шла вырубка, просто уже десятилетиями, а так и граница рядом, все сразу уходило в Словакию, в Венгрию и ручки-то вот они. с точки зрения вот этих олигархических структур, не знаю, мне только приходит одна мысль в голову, что они понимали, что теряют, но, видимо, понимали, какие миллиарды пойдут в виде того же оружия и прочее, 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 просто перепрофилировались, наверное, либо же действительно поверили. Были попытки, вот здесь же заявление, вот это вот. 19-го года я отсылаю Коломойского, которая в прессу пролезла, где он пытался американцев же шантажировать, что мы с русскими заключим договор и танки будут под Варшавой. После этого сразу последовали санкции. Понятно, что это было эмоциональное заявление, но он, в принципе, человек такой нервный, но значит, у них какие-то процессы же внутри проходили, и я напомню, что в первых дни спецоперации именно Ахметов попытался выступить с заявлением, ну, было прям заявление, что все нужно решать, ну, давайте как-то путем мирным. То есть, они попытались что-то сделать, но потом, наверное, не рискнули. Я не знаю, это был единственный, при моем всем, я считаю, что олигархия является базисом то, до чего довели Украину, но я понимал, что вот кроме нее никто повлиять реально на Зеленского, как человека, ну, с печатью, он же был формально с печатью, не мог. И я надеялся, что именно олигархия его к этому подтолкнет, потому что у нее-то все активы находятся в первую очередь на юго-востоке Украины, и я надеялся, что ее вот этот кровный, живой интерес и будет основой для того, чтобы подвинуть. Но, как мы видим, почему-то они то ли не сообразили, то ли... Ну, честно говоря, бог с ними, потому что... А больше субъектов нет. Вот понимаете, в чем проблема? Теперь на Украине нет никаких субъектов. Власть государственная, особенно президентская, была разрушена еще при кучами, она уже размылась. Парламент так и не смог стать центром власти, то есть он и остался как бы кучей группировок. Есть сетевые структуры власти, которые простроили британцы за эти годы, то, что называется дип-стейт, то есть спецслужбы, политики купленные, та же медиа, интеллигенция, ломы. И единственным относительно суверенным была олигархия. Она не была, но она хотя бы хоть как-то с этой почвой себя связывала. И говорю, никаких иллюзий у меня нету по этому поводу. Но теперь там вообще нет никаких субъектов, которые могли бы повлиять на этот процесс. Следовательно, он должен дойти до своих исторических оснований. А учитывая, что архитекторы этого проекта видят как афганизацию, следовательно, актеры будут эту роль отыгрывать до конца. Никого мне их не жалко. А обычных простых людей, да. Плохих, хороших, неважно. Тех, кто поверили в этой пропаганде еще чему-то, кому-то, они будут страдать. Уже страдают. Уже страдают и гибнут, и страдают физически про моральные страдания уже как-нибудь потом. Вот за них обидно. Эти люди и фамилии, которых мы сейчас называли, у них все в порядке. И сейчас будет, и потом будет. И потом будет. Вот за них вообще не хочется даже переживать. А за красивую цветущую страну и за красивый город Киев хочется. И за тех, кто сейчас так или иначе отыгрывает роль статистов. Но будем думать и верить, что все будет хорошо. И делать все для этого. Стараться. Спасибо огромное. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok